Иногда мы встречаем такие моменты в жизни, когда люди проходят какие-то трудности, переживания. И вот эти переживания, они иногда надламливают дух человека. Из истории мы знаем, что когда было трудное время, многие братья находились в тюрьме. Там были не только христиане, там были и свет общества, инженера, полководцы, военачальники. И как они не имели вот этого упования, брат, вот читал из Слова Божие, ты вложил упование. У них упование было на что? На партию, на своего вождя. А у детей Божьих было упование. И как они разочаровались в своем уповании. Они так опустились. Герой Советского Союза под кроватью ползал, не вылазил, мочился под себя. Не было вот этого упования. Бог иногда проводит и своих детей через трудности. Как вот в псалме написано, братья и сестры, в псалом 70, 20 стиха я хочу прочитать этот псалом. Ты посылал на меня многие лютые беды, но и опять оживлял меня. Из без земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. И я буду славить тебя. Мы видим, что трудная ситуация, которая была в жизни этого человека, Давида. Но он столько перенес своей жизни, столько у него было, ну, как сказать, похорон, его родных детей. Сколько было трудностей. Я бы не хотел, но вот пережить то, что пережил Давид. И он говорит, что он прошел через это, что опять, опять оживлял меня Бог. Братья и сестры, свои рассуждения я назвал двумя словами. Оживи меня. Знаете, второе место, которое я хотел прочитать вместе с вами. Это 45-й Бытие, книга Бытие, 45-я глава, 27-й стих. И всего одно предложение. Тогда ожил дух Иакова. И третье место, Псалом 84-й, 7-й стих. Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ твой возрадовался о тебе? Знаете, как вот по этим словам, то, что я прочитал, не только в жизни одного человека, но происходит это во всем народе. И помните, народ, когда возвратился из плена, Ниеме говорит, что Бог дал нам ожисть. Народ ожил, братья и сестры, когда они возвратились. А бывало, что нет жизни, нет жизни в народа, уныние, какое-то переживание. За что? За беззаконие. Знаете, Давида проводил Бог через эти трудности и переживания. Он опять оживлял его. Он возвышал меня. Он утешал. И потом говорит, что я буду славить тебя. В жизни Иакова произошло одно несчастье. Он похоронил своего сына, любимого Иосифа. Знаете, прошло больше двадцати лет. Знаете, значит, счастливый был отец. Двенадцать сыновей. Двенадцать сыновей какая-то радость. И знаете, а он потерял всего лишь одного. Но этот сын был любимый. Он очень любил его. И вот это вот состояние, оно дломило дух Иакова. Уже не было вот этой жизни в глазах его. Раньше состарился, сгорбился, переживал сильно. И когда мы читаем, когда пришли братья, показали, говорит, не одежда ли сына твоего? И знаете, он разодрал Иаков одежды свои, возложил в речище на чесла свое и оплакал сына моего своего многие дни. Собрались все сыновья, все дочери его, чтобы утешать его. Но он не хотел утешиться и сказал, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Знаете, это трудно перенес. Он его похоронил. И знаете, когда прошло время, и когда хотели, чтобы еще младший сын Вениамин пошел, нет, я одного потерял, я не отпущу. И только голод заставил его, чтобы он вновь пошел. Вот эти трудности приходят в нашу жизнь. И знаете, дух наш надломляется. И мы как бы, ну, умерли в своей жизни или умираем. Многие люди умирают. Они как закаменелые, они уединились, они не хотят ни с кем иметь общение. Знаете, нет жизни. Дух погас. Дух умер. Нет этой жизни. И вот Слово Божие говорит, что оживи меня. Как важно, чтобы наш дух ожил. Верующий человек, братья и сестры, он имеет Бога, который оживляет, хотя и проводит через эти трудности. Наша душа нуждается в оживлении. Псалом 118, 88 стихом. По милости Твоей оживи меня. Оживи, как важно. В нашей жизни иметь вот этот дух жизни. Иногда смотришь человека, смотришь в глаза, нет жизни. Нет жизни, может быть, в Боге. Нет, может быть, той радости, которую имел когда-то, когда он покаялся, когда глаза его светились и погасли. Иногда вот такая вот мертвость приходит среди народа Божьего, когда что-то произошло. Нет вот этой жизни среди церкви, братья и сестры. Когда читаешь вот откровение, вторая глава и третья, в каждой церкви там что-то написано. Когда-то горел вот этот дух церкви, а потом светильник этот погас. Знаете, иногда дети Божьи переживают это. Что нужно делать, братья и сестры, когда приходят вот такие испытания в нашу жизнь? Когда нет вот этой радости. Знаете, для Иакова нужно было одно. Когда сыновья его пришли и рассказали, Иосиф жив. Что это за злая шутка, он так подумал. Я видел одежду в крови. Что вы делаете? Зачем вы опять как бы соль ложите на мою рану? Он не поверил. Когда они сказали, что они видели его, он не поверил этому. И когда они его вывели, и он увидел колесницы, которые были присланы своим любимым сыном. Колесницы, это не просто которые они видели. Это были шикарнейшие колесницы того времени. Это были колесницы фараоновые. И вот эти богатые колесницы он прислал за своим отцом. Когда они пересказали слова, что говорил Иосифа. Чтобы отец пришел, он ожидает его. А жила душа Иакова. Как он обрадовался. Как он желал этой встречи со своим любимым сыном. Братья и сестры, если наша душа, она сегодня мертва. Если в ней нет духа жизни, сегодня Слово Божие предлагает пойти нам на Голгофу. Чтобы могли там встретиться с Иисусом Христом. Мы сегодня не можем пойти там, где был распят. Это был в Палестине. Когда первый раз братья приехали, то гид водил их туда. Первые наши братья, когда поехали, открылась граница. И хотел о Голгофе рассказать. О садике в Семанском. И хотел идти дальше. Они говорят, нет, подождите. И братья там склонили колени и молились. Знаете, Голгофа имеет силу оживлять души людей, братья и сестры. Голгофа. Только Голгофа – место, где умер за наши грехи и беззаконие Иисус. Он может там дать эту живую жизнь. Чтобы там могли подойти к кресту Голгофы. Взглянуть в глаза Сына Божия, который умирал и говорил такие слова. Отче, прости им, ибо не знаешь, что делает. Иногда мы распинаем в своей жизни Иисуса Христа. Гасов Господь оживить и простить все наши грехи. Если ты сегодня чувствуешь вот тяжесть греха, на Голгофе есть место у креста, братья и сестры. Бог снимает грехи. Он желает, чтобы ты подошел к нему и сказал о твоих трудностях, о твоих проблемах. В одно мгновение вот этот грух он снимет. Он сказал разбойнику, ныне будешь со мною в раю, братья и сестры. На Голгофе можно получить вот это прощение. Наша душа на Голгофе вновь оживет. Вновь наши глаза засияют, как засияли глаза Якова, когда он увидел эти колесницы любимого своего сына. Ожил дух Якова. На Голгофе наша душа расцветает. Бог дает нам новое начало. Он очищает нас, братья и сестры. Это великое счастье быть прощенным и очищенным от всякого греха. Кровь, пролитая на Голгофе за наши грехи, она имеет вот эту силу снимать грехи. Мы счастливы, что мы имеем Иисуса, братья и сестры. И поэтому Бог дает нам, когда наша душа замарана, второй час, ченс, обратиться. Бог оживит нас. Бог поможет нам. Смотрите, как написано, что произошло на Голгофе, чтобы мы могли более понять. 23 глава, 44 стих и ниже. «Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, завеса в храме разодралась». Это что происходило? И Иисус возгласил громким голосом, сказал, «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Иисус сказал, «И спустил дух». Это смерть за наши грехи и за наше беззаконие, чтобы мы могли быть счастливыми. Сотник же, видев происшедшее, прославил Бога и сказал, «Истинно, человек этот был праведник». Смотрите, этот жестокий человек, но когда увидел, что происходило на Голгофе, он понял, что это Бог. Только Бог может так вести себя, не проклинать. Он прощал тех, кто распили Его, кто сегодня стоял там, смеялся над Ним, издевались над Ним, а Он молчал, Он молился о них. Вот, Господи, какое счастье, братья и сестры, для нас. Иисус взял наши грехи. Мы не знали, что Иисус умер за наши грехи и за наше беззаконие. И мое время уже выстекает. Я хочу прочитать еще и эфесянам то, что сделал Бог для нас на Голгофе. Смотрите, на Голгофе стали, эфесянам 2 глава, 13 стихом, близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавших стоящую из обоих одно и разрушил стоящую посреди преграду. Бог на Голгофе разрушил вот эту преграду между грешным человеком и самим Богом. Иисус своей смертью разрушил. Завеса порвана. Открыть доступ к Господу. И дальше Он пишет. И в одном теле примирить с Богом посредством креста, убив вражду на Нем. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Тот, кто приходит на Голгофу, кто склоняется перед жертвой Иисуса Христа, Бог называет вы свои, свои, братья и сестры. Он, знаете, приготовил, как любимый сын, для своего отца, для своих братьев и сестер в Египте, прекрасную землю, прекрасное владение, дома, которые Он ожидает. Он все приготовил для них. Для нас Иисус тоже все приготовил, для всех тех прощенных небеса. Я пойду приготовлю и возьму вас к себе, братья и сестры. Вот цена, если в нашей вере Господь приготовит для любящих Его чудный вот этот рай, новое небо, новую землю, братья и сестры. Поэтому, как мы должны быть счастливы и благодарны, если мы, дети Божии, приняли Господа. Для нас нужно одно. Смотрите, Давид, вот я хочу еще прочитать в заключении эти слова. Ты посылал на меня многие лютые беды, но я опять оживлял меня, из бед земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. Смотрите, вот это последний 22 стих. И я буду славить Тебя. Церковь Божия – это наше право, чтобы Бог искупил нас, дал нам прощение грехов, дал нам жизнь вечную. Он усыновил нас, приготовил для нас новое небо, новую землю. Нельзя все перечислить, то, что Бог сделал на нас. Но Давид сказал, я буду славить Церковь Божия. Я хотел, чтобы мы сегодня были живыми духом, чтобы наши молитвы вознеслись к Богу, возблагодарили за то, что Он имеет силу оживлять и Церковь, и каждую в отдельности душу. Помолимся, чтобы Господь оживил и нашу страну, чтобы было возрождение, нашу Церковь, чтобы мы могли загореться. Оживи меня по Слову Твоему, чтобы Бог оживил, чтобы в нашей Церкви было живое Слово, оно могло бы оживлять нас. Бог возвеличен будет, а дети Его прославят за подвиг, который Он совершил на Голгофе. Поклонимся Ему, принесем славу, и Я буду славить Тебя. Аминь. Помолимся.